Ну что, возвращаемся. Досматривать, возможно, досматривать игровой день в Южной Америке. Потому что вторая карта при абсолютно фаворите Thunder Predator, который первую выиграли. Комментирует Adecuato Mortales. Давайте смотреть драфты второй карты. И может быть нам команда Hakori что-то сумеет предложить. Вернее, даже не нам, а своему сопернику. Так как нужно переворачивать каким-то образом серию. Получится или нет, узнаем в ближайший час. Да, но расстраиваться о том, что мы сегодняшнюю ночь друзья, посвятили с вами Южной Америке точно не стоит. Потому что она нам сегодня как минимум подарила очень захватывающие, интересные, такие интригующие карты. У нас практически не было однокалиточных выносов. Если уж брать серии, так это точно 100% информация. Были карты, конечно, где было в целом все однобоко, но в большом количестве, в большинстве я бы сказал карт. Сегодня было интересно. Вот. Надеемся, что и окончание сегодняшнего игрового дня нас тоже не подведет. Мы посмотрим эту карту. Даже если она будет последней, чтобы тоже она была в агонии, в камбэках, в переворотах, в интриге и во всем том, что мы любим в Дота 2. Итак, Hakori, Thunder Predator, да, и драфты. Драфты... Ну, может быть и на драфтах. Что-то интересное мы с вами уже увидим. Пока это только вивер фп в ответ кунка Мирана и Эмбером закрывает первые стадии Thunder Predator. Нас там в чате как раз спрашивали о том, почему вы называете Thunder Awakening, хотя они Thunder Predator. Ну, они, насколько я понимаю, переименовались. То есть, вроде как, правильно их сейчас называть Thunder Awakening официально. Вот. Но в описании на ликопеде у них написано Thunder Awakening, в скобочках, раньше известные как Thunder Predator. То есть, они 4 февраля, то есть больше месяца назад заключили партнерство с компанией Acer Predator. И после этого партнерства они как раз переименовались Thunder Awakening. Поэтому сейчас объективно правильно, наверное, Thunder Awakening. А, нет. Подождите. Вот нет. Наоборот, у них закончилось 4 февраля партнерство с Predator, Acer Predator. И из-за этого партнерства у них как раз был Thunder Predator. И так оно закончилось, они теперь стали Thunder Awakening. Вот так вот. Вот. Это будет более правильной информацией. Ну, теперь у них есть замечательные другие партнеры. Например, букмекерская контора VIA. Вот. Вы потом в игре можете посмотреть за этими никнеймами, как они красиво выглядят. После никнейма точка и спонсор. Шикарный. Абсолютно спонсор. Жалко у нас. Нет. В стране такого. Не, у нас есть лучшее. У нас есть наш партнер Winline. Это факт. У него как раз очень сочные, вкусные коэффициенты. И в том числе на этот матч. Где, правда, все еще безусловное фаворитство отдает Thunder Predator. Ну и понятно, да, до матча фавориты Thunder Predator. Thunder Awakening. И выиграли первую карту тоже Thunder Awakening. Поэтому, соответственно, веры в Хакоре стало еще меньше. Вы, кстати, не забывайте, что есть бонус от Winline. Обязательно переходите по баннеру под трансляции. Там забираете 2000. И пользуйтесь. Так, ну а мы смотрим, что дальше команды будут пикать. Oracle и четвертый герой. Ну, вроде как саппортов набрали уже. Героя в центр взяли. Эмбер Спирит, кстати, прямо сейчас, вот после этой карты, вырвался на лидирующую строчку по количеству появлений. Вот прямо сейчас это 102 появление героя в этом патче. У Марса 101. И Марс в этой карте не будет пикнут, он в бане. и у Эмбера винрейт за 50% в отличие от Марса. А Марс сколько? Осталось 10 секунд. А Марс 48. Осталось 5 секунд. Хочется каких-то новых героев отмечать, которые побеждают, которые не светились в прошлом патче. Я вот знаешь, на кого обратил внимание. Да, выборка смешная абсолютно, но пока 6 из 6 выиграл Ландруид. Ну, Ландруид такой персонаж, да, который пикнет только уверенный в себе игрок, который точно знает, что он победит на нем. Причем, прикинь, его трижды брали в первой фазе. Видимо, есть фанаты какие-то, какая-то команда. Мы с тобой один матч с ним комментировали, по-моему, на БТС. Да, да, да. И они там что-то косячили-косячили, а по итогу пару фрагов сделали и пошли в трон, закончили. Я прям помню этот размен. А как у Тини дела с винрейтом, ты можешь посмотреть? У Тини неплохой, вроде как. У нее бешеный пикрейт? Да, он топ-3 сейчас. А, ну, у него, как у Эмбера, 51%. Ну, соу-соу, да. Ну, такой, Death Profit сейчас сильно выделяется, она топ-4 и 62%. У нее и в паблике там какой-то бешеный процент. И, соответственно, а, все, я понял. Короче, у нее, как я понял, она теперь вышки сильнее бьет из-за изменений брони каких-то там. Я где-то статью читал на Сайберспорте, по-моему. Я бы сейчас с удовольствием даже... вот. Незаметное изменение Death Profit сделало ее топовым героем. Объясняй. Из-за изменения подсчета урона от разных типов атаки. Так, винрейт поднялся. Так-так-так. Вот. До него, до этого изменения, урон от экзорцизма считался героическим типом атаки, на который влияли определенные правила. С учетом брони башни, один дух наносил по строениям только малую долю урона. Примерно 18-19 из 61 единицы на первом уровне прокачки. После устранения разных типов атаки, ситуация изменилась. Теперь один дух от экзорцизма Death Profit на шестом уровне наносит 34-37 урона. То есть, в два раза урон повысился. Вот почему мы сегодня посмотрели, как вышка просто испарилась. Да, был момент. И Death Profit, соответственно, и в пабликах стала выигрывать очень много, и на ProScen'е она очень много выигрывает. Ну, 62% для ProScen'е это много. При такой выборке 84 карты. Интересно, вот этот нюанс кто-то уже уловил из команд? Кто-то спамит прямо эту ДП в каждой карте, в каждом матче на ДПСе? Не знаю, но новость от вчера. 18 марта, да. То есть, новость я увидел буквально днем, утром. Не, ну, понятно, новость-то тоже как бы написана от того, что кто-то это заметил. Да, да, конечно. Там обратил внимание реддитер какой-то именно на WinRaid. Он увидел, что WinRaid взлетел и начал, видимо, разбираться. Почему, да? это интересно. ДП забанили вот в этой карте конкретно, но вот Андерпеттер активный пик с Эмбером Темпларкой на первой-второй позиции. Хакори подумали, решили взять ДК. Такого героя, который не боится минус армора от Вивера, от Темплара и сможет вытерпить дамдж. Ну, очень плотный пик получается у Хакори. Посмотри на эти машины. Вот против таких героев надо, знаешь, кого брать? Вообще, не думая. Некрофоса. В сложную. Он против кого угодно стоит, терпит, магией обеспечивает. Ну, не вспомнит же про него. Я только одного Некроя видел. Вот Райдера вспомнили. Ну, тоже, кстати, неплохо. Так, против Лассу ничего нет, да. Ну, и Драгон Найт того же можно увозить позиционку нарушать. Ну, и Скун, кстати, та же самая история. Вообще, Батрайдер хороший, мне нравится. Активный, добрый драфт такой у команды Thunder Predator. За счет Темпларки есть урон по Рошану и по вышкам. Сейв есть? Инициировать есть чем? Да, нормально, отличный драфт. 56% винрайт у Батрайдера. Кстати, у Некро появлений в этом патче даже больше, чем у Батрайдера, как бы это странно не звучало. 21 появление против 16 и Некр входит в топ-50 героев. Так же получилось. Давненько он так высоко не забирался. Так, Queen of Pain, окей. По-прежнему против... Значит, просто на матч не попадался в которой пикуют. Вот так он есть, всплывает. Люблю просто твой герой очень. Казалось, что он здесь зашел, но Батрайдер тоже ок. Мы с тобой как-то смотрели игру, где... кто там играл? По-моему, в Ти-Ван играли. Это точно была Юго-Восточная Азия, это точно были Ти-Ван. Да, это были Ти-Ван, и они играли с Кэрри Батрайдером, помнишь? Было забавно. Что-то такое припоминаю, да. Он там собрал вот этот билд модный через шарт и разваливал с руки. Было-было. Сегодня, кстати, хорошие игры будут на Юго-Восточной Азии, планирую постримить их на своем канале. Так что, друзья, заходите, приходите, смотреть. Подкастер, если ты проснешь, тоже заходи. Если проснусь, да, потому что я не привык к такому режиму, надо вкатываться. Ну, я тоже, как бы, тоже. А во сколько? Во сколько там? Там хорошие матчи в 10 и в 13, а второй дивизион с не самой интересной игрой в 7. Ну, по Москве. Ну, его можно даже скипнуть, да? Да, я тоже думаю, что первый матч можно скипнуть и в 10 на два хороших матча ворваться в гос. Там Ти-Ван Полярис и Бум Нигма. Ну, второй 2-0, это я спойлер кидаю тебе. Спасибо, Кэп. Полярис, он мне туда кидает. На первый непонятно. А первый реально непонятно. Полярис там что-то разогнались. Ну, не, так, они свой первый матч выиграли, конечно, но так, со скрипом они его выиграли. смотрел эту игру. Так, ну что, поехали смотреть. У Агра, кстати, тоже очень высокий винрейт сейчас. Я тут обращал внимание. Он, во-первых, появляется тоже не так редко. 58% винрейт, 51% появление уже в этом патче. Интересный такой маневр Хаккори сейчас был. Они большой крюк сделали, чтобы зайти со спины на треугольник и поставить там вижн. Сделали это достаточно незаметно. Очень глубокий варт, посмотри, на треугольнике стоит. А сентри, который больше тенчет, да, сентри еще и больше тенчет. Да, понимаю прекрасно, что против стампара Сласен будут играть и под нее будут стакать. Решили заранее подготовиться. Мы с тобой отметили, да, что это Эмбер четверка? От Мэтью, да. Да. Причем это далеко не в первый раз, если кто-то не следил за Южной Америкой. Причем я не смотрел весь прошлый сезон, но я помню Мэтью на спиритах. Мы с тобой как-то тоже комментировали, когда они выступали на БТС, что он играет на всех абсолютно спиритах на четвертой позиции. Ну, кроме Шторма. На Шторме он там не играл, но на как Мэтью появлялся часто. Вот этим он выделяется, так скажем, своим пулом от многих других четверок. Залеко не у каждого есть эти герои в пуле. Тут вот посидели, накрутили и решили, что Эмбер Спирит 4 это неплохо. Сейчас он, правда, может отъехать. Ладно. Выживает вроде, да. Типнул даже кого-то, пока отбегал. Но это ведь, окей, если четверка Эмбер Спирит, это ведь тройка вивер. Насколько это круто. Керри Темплар Ассасин, Медовый Бэтрайдер и его Флейн Вивер. Ну вот набор коргероев как будто бы мне больше нравится у Хакори теперь. Вот там, если в первой карте мы говорили, ну Геррокоптер, да, и Сикер не Керри. То все понятно. Геррокоптер в итоге сожрал этого Сикера. То здесь Тепларка всех победит. Не знаю, Кунка, ДК это очень плотные герои. Мэтьё, а вот теперь страшно. Вот теперь могут и добить. Нет, живет. Снова живет, но кажется, что вот эта линия безнадежно проигрываться будет командой Thunder Awakening. Просто потому, что даже в ситуации 2 на 2 здесь Кунке доказать абсолютно нечего. Ну что такое Эмбер Спирит Вивер, да, против Кунки? Один удар стайд Брингера второго уровня, полстолба потеряли и ушли. Два ловкача, которые ничего этому Кунке здесь не докажут. ДК какое-то время потерпит. Обязательно к нему наверняка герой придет. И это Миран, это опять же комбинация два стана, можно будет что-то придумывать. Темплар Ассасин, которая якобы должна здесь всех победить, должна сильно перефармливать всех, чтобы хватило силенок сразу на всю вот эту толпу. Кунка под бафом, ДК с огромным количеством брони, мобильная Мирана, Огр тоже, попробуй его быстро убей, и мобильная Квапа. И как будто бы вообще неудобно играть здесь Темплар Ассасин. Мне скорее кажется, что здесь Бутрайдер, еще учитывая тот факт, что против него ничего нет, может зажечь, так скажем, в прямом и переносном смысле. Посмотрим, пока 3 в 2 пытаются сражаться, где Мирана дает АБ. Да уж, это плохо, это суперплохо, конечно, 2 в 3 стоите на линии, вы оставляете в соло ДК, да, ДК, конечно, неплохо себя чувствует, но вы не имеете права втроем проигрывать двум героям, отдавать ФБ, это что за прет? Какой смысл туда от вашей Тейпл-линии? Есть смысл в том, что только Кунка выфармил? Ну, окей, Кунка фармит. Да, действительно у Вивера супермала, крипов нет практически у Сократов. Торрент, доджет Мэть, Мэть уже гиперполезный, ФБ уже сделал, да, он уже, можно сказать, эту линию не проиграл. Вивер, это уже другой вопрос. Мэть на опте. Расформировалась Трипла, Мирана начала путешествовать по карте, сбивает Observer Ward, поставив Сентрик, Телекор, и, ну, где-то вот в районе центра гуляет сейчас, может быть, удастся со спины какую-то хитрую-хитрую стрелу дать, и тогда Клопа сможет сделать убийство. Там стиков заряжены, 20 штук, есть бутылка заполненная. Дарк Мага это все понимает, и, скорее всего, информация о Миране, о Миране со спины, она имеется. Да, все. Крамбот отыграл Дарк Мага, не подставился. Можно отзонить от руны, так сделать, чтобы аналог забрал две. Первая пошла, и, конечно, за счет блинка он доберется быстрее. Так, наверху тем временем чуть не погиб Огар. Эмбер Спирит тоже много урона получил, но он задоджил удар стайд Брингера опять с помощью Слейта Фиста. Так бы, реальные были шансы убить Эмбера. На крест посадили, так, ну-ка, Сакрита попробую взять Огар немножко отхилился, Fire Blast Thorn, побить с руки, Сакрит, КД, 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 наши кучи было. Так, Мин оф Пейн очень сильно продамажило бы Трайдера сейчас. Есть хилка, поделился ею Oracle. 20. и контроль, контроль руны, аналога есть Дунайтер, и блинкануться. Так, ладно, это повезло, что у Бэтрайдера очень мало хп было сейчас. Больше половины можно было идти. Мне кажется, что Бэтрайдер бы все равно сжег, если добрался. То есть он точно бы умер от вышки, но мне кажется, он бы сжег копу. А он этого стоит? Не знаю, 7 стаков. Если ты первее убиваешь, то стоит, наверное. У него сразу там какой-то левел поднялся до 6-го, да. Плюс он без ресурсов уже был, он все равно на базу идти. А так бы мог убить и 4-3 на базе после смерти. Не знаю, ну, конечно, тут рискованно было, согласен. Было бы очень обидно, да, знаешь, залететь так и умереть просто. Лишний раз нафидить Квин оф Пейн не хочется, конечно. Ну, ничего, быстро-быстро, да, восполнил хп, сразу вернулся на линию. КП, конечно, безусловно, хорошо себя чувствует, выигрывает эту линию аналог на 700 голды. Уже. Ну, и Шаду Страйком просто придерживает АБэтрайдера на дистанции. Шаду Страйк 3-го уровня, да, максимальная агрессия от аналога. Вивер и Бэтрайдер пока фармят действительно плохо, но есть Показ. Показ, который на Тэмплара Ассасин линию чистит. Да, и все еще не в состоянии, конечно, что-то сделать с ДК на этой линии, у которой вторая пассивка, но... Зато сам, сам фармит на Тэмпларке хорошо. Мэтью сейчас попытает застакать, и Мэтью поймет, поймет, что все заблочено. Ну, кстати, молодцы, молодцы вот Хакори, что продумывали наперед по поводу все-таки этих стаков. Сразу поставил Мэтью Сентри. А, не поставил. Мэтью несет себе, да, Сентри? Да, несет Сентрик. Попробует сейчас раздевардить треугольник. Разлочить спаун. Давайте посмотрим. Поставил вард. Опс. Подражеский Сентри, но, опять-таки, вижена здесь в Хакории нет. Есть только Сентри, и все, поставили Сентрик свой. Мэтью. Ну, не знаю, проверит ли там Огармак, каким-то образом. Огармак, кстати, никак проверить не может. Хайграунд. Есть-то Курьеры подвести рейнджового, да? На ДК сегодня нападают, замедлили. Там уже третий рефракшн, ДК пробьют. ДК пробьют, да. Есть фраг. Думаю, форму прожал. И во время формы умер. Накрылая, правда, Мэтью. Ну, фраг на ДК явно сочно выглядит. Неплохо стоял ДК, неплохо. Погибать, конечно, не стоил, точно. Но Хакори в целом суммарно лидирует пока по экономике. На тысячу, да? У них все кор-герои хорошо фармят, плюс-минус. Телекор. Есть еще один лип. Надо добежать только... А, ну, так нет. Надо добежать, так и граунд прыгнуть. Так он умрет сейчас. Ну, очень плохо сыграл. Просто фраг отдал. Да беги ты до вот этого... До этой стенки, да, запрыгни. И все. Топарка никак не достанет. Взял что-то, нажал сразу и топарка просто изи фраг сделал. Доб деньги, доб деньги. Кормит. Кормит тамплар ассасин. Не знаю, потом, есть ли у них вариант, как с ней сражаться. Но верно, есть, опять-таки, по драфту. Я не могу сказать, что плохо здесь против тампарки. Нормальный пик против тампарки. Абсолютно нормальный пик против тампларки. Ничего страшного в ней нет. Тут просто есть вариант, что она окажется одна. И поддержки в виде других коров у нее не будет сильной. Контролированные. Оракл. А чё ж оракл-то руну не донайл? Эй-эй-эй. Пичку взял, померание сунул. Ну, пандаму, конечно, диспелит себя. Неприятный шадострайк третьего уровня. Ещё ораклу, конечно, что нужно держаться там где-то возле тиммейтов, которые стоят против Queen of Pain. Потому что диспелить третий шадострайк это прям одно удовольствие. Миран опять заголивает. Лип. Хилится. Хорошо. Не добили с берста. Немножко не хватило. И purifying claims потом туда... Дохиливает. ДК допрожал ещё раз форму. Пошёл пушить. На топе разобрались с вивером. Ну, обосновать, конечно, тройку вивера ещё придётся команде Thunder Waking. Точно. Потому что пока, конечно, есть большие вопросы к этому персонажу. Что должен себя вивер показать? Купил урну, хочет сделать себе весел. Но даже представим, что он купит себе весел, да, каким-то там средним таймингом. И будет какая-то драка. Но это же реально просто на крест-торон посадил и вивера убил. То есть кто-то будет чувствовать проблемы с этим вивером. А в будущем ДК с блинком. Прыгнул в вивера, дал танчик, убил. То есть в какой момент времени против вивера станет тяжело играть? Никто должен купить в этой игры, чтобы быть полезным. Ой, Донайд торакал. Ой-ой-ой-ой-ой. Из-под двух киров. Я не знаю, почему ДК отошёл. То есть клопа окей, добивала там, но плюнул бы там яд какой-то тикал и тяжелее был бы Оркус Донайд в однородном месте. Они, конечно, убили панда, но панда молодец. Молодец. Хорошо отрабатывает красавчик. Ну и так как-то вот игра у нас идёт, идёт, развивается и 4-3 счёт в пользу Хакуэри 2000 и они ведут. И вроде кажется, что всё хорошо, да? И более чем. Могут ожидать команду Хакуэри в ближайшем будущем. Что может пойти не так? Ну, надо Теппларку, конечно, не упускать из виду, потому что он будет покупать себе Дизоль, да? Потом какой-то резкий внезапный выпад, смог атака и, соответственно, Рошан. Вот, наверное, то, чего нужно Хакуэри иметь в виду. Бэтрайдер будет пока тревела покупать. Когда он подключится к активным событиям, к активным перемещениям, не ясно. Ой, Мэтью, как больно. Залетел Скрим, залетел Шадоу Страйк. Слейту Фист потратил до этого. Пятый уровень. Все, еще вот книжку себе принес, будет у меня шестой, появятся, наконец, ремонты. Чуть более мобильным станет, изворотливым. Вивер 2 800 это, конечно, трагедия. Это очень большая трагедия, потому что 2 800 Вивер это примерно как Мирана 4 в 2 300. Вот такая аналогия. Сравнивать Вивера невозможно даже с Оффлейн ДК, хотя они номинально именно таких позиций. просто потому, что ДК на 1200 больше. Сейчас. Попробую то Горма губить, да? Ремонты появились на Гардика. Напали, с вор мы повесили. Телепорт. Кстати, ремонты и убили. Мы эти опять отрабатывать, конечно. Вот и Сакрид получает нужные заряды для урны, плюс купился Виталити Бустер, ну и вот где-то там намечается уже Весел. Неплохо, неплохо. Опять-таки красавчик Эмберспирит, потому что отрабатывает. Они, можно сказать, что играют 3,5 на 3,5, да? Я бы сказал 2,5 на 2,5. Ой, 4,5 на 4,5. 4,5 на 4,5. Да. Ну, потому что вот эти фраги единичные, которые они делают, они пока никак их не бустят, так скажем. Ну, Вивера это сильно забустил, не скажи. Он немножко по экономике поднялся, у него там хотя бы вот Весел к драке будет уже хорошо. Весел, на самом деле, серьезное оружие, замеси 5,5 на ранних этапах. Там того же ДК или Кунку пробивать. Это важно. Акбатайдер полетел, видит ДК. ДК, какова будет реакция? А не какая-то не будет реакция. Сгорит спокойно, да. А форму-то зачем? Зачем? Не знаю. Шмар какой. Ладно, если они двоих убьют, они и так бы двоих убивали, но это все бы было без формы. Кулдаун там все-таки не 10 секунд, чтобы вот так и разбрасывать. Вот сейчас. Вот возьми, да, через 20 секунд появись, сделай телепорт в центр, нажми форму, сниси вышку. Да. Сразу, да? Ну, то есть вот. Чего он нажимал? Ну, ты из-под бутрайдера никак не уйдешь, никакого сейва ведь в команде нет. Все равно сгоришь на этом хай-граунде, ты никуда не денешься. Выиграл ли он время? Да не выиграл он там время. Не дольше он жил с прожатой формы. Он как-то странно сыграл. Может там, типа станом не дотягивался, нажал форму, чтобы с рейнджи дать стан? Ну, опять же, ну, это пара секунд, сомневаюсь, что Клапа бы не смогла догнать. Ну, теперь телепортировалась на топ и будет формить топ. Окей. Так, телепортируется в центр, у нас также Даркмага с респауна. Нет лассо, но смог нажать, они все-таки собрались. Идея в чем? Идея в том, что просто хочется подраться. Робов Корожен есть тут у Эмбер Спирита, а у Вивера есть заряды на Веселе. Ну, тут телепорт у Гармака не работает. Да, у Гармака впитал эту атаку. Не так плохо, да, что именно у Гармака погиб. Зато собрал кучу инфы, развеял смок и дал возможно занять нужные позиции в команде Хакори своим тиммейтам, которые как раз покачаются. Ну, более жадно играть Юма, конечно, Армлет купил себе также и Буссов Тревел. Аналог бустит его, смотри, по этому. Правой бутылки туда-сюда оба порегенились. Дальше что? Сенш или БКБ сразу будем брать? В центре на Бэтрайдер напали, Оракл будет... А, нет, у него Фолз Промисс нет. Только Фоджон Сент можно дать. А он защищает Фейтс Эдикт! Всю магию задоджили! Жесть! Красиво, красиво сыграно. Очень клевая игра от Оракла. Панда просто молодец. Блин, там столько дэмэджов бутрайдера летело. Потенциально это просто взрыв, фактически, да, бёрст урон. А бутрайдер вообще ничего не почувствовал просто потому, что был под баф. Сильно, сильно. И пока в центре ничем не занимались Хакори, ничем полезным, я имею в виду. На Темпларк фармил и вырвалась на первую строчку по надфорсу. Кунка свои позиции и сдал. Алибарду все-таки будет делать Кунка. Да, это против Темпларки безусловно должно помочь. Лишние миссы в свою сторону. Дебаф на Темпларку в драке тоже будет полезным. Там есть смысл. Вивер. Ну, Вивер, конечно, по экономике конкретно достать не может. ДК с Блинком. Попробует ли они убить? Ой, стрела не в тайминг летит. А, в тайминг, слушай. Я уже думал, что не хватит. Нормально. Хватило. Стан второго уровня. Просто мне казалось, что это в оглушении должно ходить две с половиной секунды. Мирана огромнейшей дистанции кастовала свой стан. И, ну, как будто бы идеально получилось. Так, еще одна атака. Вот так, две подряд и два фрага оформляют. Чё-то слишком легко, да, потом подставились тут, ребята. Тандр и Вейкин, причем там Эмбер Спирит сам пытался на вражеском треугольнике как-то отыграть, но чё-то ничего не получилось, да. Ну и ДК вышечку сейчас будет аккуратно пушить. Пошли сюда в смещение. Кажется, Тавра, давай-то просто не хотят. Ну, стоит катапульта, не знаю, ДК. Можно еще пару ударов сделать, чтобы вышка упала, нет? Он пошел дальше цеплять. Опять хочет комбинацию провернуть. Но тут уже много героев. Ой-ой-ой. Вот тут нельзя врываться. Да папа подходит. И у Фоллс Промис защита. Вставали неплохо, но опять-таки успел Оракл сместиться. И все равно неплохо то, что на топе сделали, да. Получается, они сделали два убийства и вышку спушили. Такой экономический сразу подъем от этих мулов. 3000 преимущества уже суммарно. Так, Маккунку намечается так. Огармак за спиной его видно. Огармак понимает, да, что нужно вот именно к вражеской базе ближе находиться, да, чтобы вот так вот впитать эти атаки спокойно. Телепорты пошли от Хакури, неужели будут драться? Крест. Ой, не знаю. В меньшинстве начинают. И ДК только-только бежит. В итоге нажимает телепорт. Бэтрайдер хватает. Кунку, у которого сейчас нет защиты против Лассо никакой. Да и не будет. Есть чем сбить? Нечем сбить. Ладно, пока раздакомбрет. И из-за ДК можно под Веселом. Пойду, пойдем. Уйдет. Ужасная драка. Клопарск оставалась Бембера под Сайленсом. Не убила. Не хватило урона элементарно. Не было в драке Огра уже, да, потому что он погиб первым до замеса. Да, ужасный замес. Соперник передамажил по всем позициям. Даже Вивер был намного полезнее, чем кто-либо из корт-героев команды Хаккори. И все преимущества Хаккори опять растеряли. Не хватает, не хватает опыта вот в этих моментах. Вот сейчас 3000 преимущества, да, поделись хорошо снизу. Тем более, что они находились возле своей вышки фактически, да, то есть было довольно удобно. Поделись хорошо, уже преимущество было бы там 5000. Уже прям перспективы на победу. Трались неудачно, там Пларки отдали убийство. Преимущество снижается до 1000. И Темпларка уходит в воду. Ладно, хоть Кунка выжил. Ель-Ель. Алибард, кстати, помогла. За дебафал Темплар Ассасин, за дезармил и ушел из-под носа. Надо придумать команде Хаккори, как все-таки с саппортами разобраться в первую очередь. Особенно, конечно, вот Вивер, я вот с саппортом уже причисляю. Опа. Что у нас происходит? Батрайдер, Саленс, Скрим. Но тут будет ответка, стрела неточная. А тут залетает ДК, дает станчик, но опять Оракл сеймит. Опять защищает Торакл, и Батрайдер выживет здесь. Кунка притек приходит. Сбором ВС. Опа. Тут чуть Темпларка в тучку дала бы, Капа бы умерла. Батрайдер уже готов повторить атаку. У него есть лассо. Файрфлайт через секунду. Все, он сразу же взлетел. Мирану сбросили. Мирану снова запрыгивает. Последний заряд на Веселе был использован прямо сейчас. Клопу сейчас через крест заобузит. Она вернется. Ну, довольно много ресурсов, да? Фолз Промис нет. Веселов заряда нет. ДК прыгает. Стан. Кого? Вивера. Хотел в Темпларк. Темпларк отпрыгивает. Вивер опять Фейтседик получает. Его сейвит. Файрбласт. Все-таки смогли закрыть. Слишком много урона. Опять же, залетает. Но Сакарда убила. Реально просто убила Сакарда. Будет делать Саганим. Ну и тоже, да, будет стоять со спины как Оракл защищать. И вот это две самые главные цели для Хакори в драке. Это Оракл, который сейвит. И Вивер потенциально, который тоже будет сейвить Саганимом. И нужно будет там Клопе с Саленсом врываться ДК со станчиком своим через крест торрент работать кунки. Потому что если не убить сапортов, то вы вообще никого не запокусите. На момент в итоге неплохой вышел. Показ. Фармит. На топе может быть какая-то рака. Если там парочка сейчас жадно сыграет, пойдет пачку забирать, ДК может нырнуть. Не нырнул, да. Тавера здесь нет, но Оракл неподалеку находится. Правда, без Фоллс Промисс. Надо иметь в виду, что кулдаун на Фоллс Промисс довольно большой. Так, ну что, снова игра по позиционке. Отметим, что Рошана никто не забирал. 20 минут, да. Дизолятор уже давно появился. Ой, как опасно играть. Клопа! Сейчас получит лассо Соник Вейв от зоны соперника. Блинк не успеет дать. Просто уничтожил. Клопа, Клопа. Лассо можно потратить и на Огрмага. Да, убивают. Два минуса и вышку развалили. Клопа, Клопа. Значит, Хакори совсем не понимали, как им использовать вот то преимущество, которое они получили в начале. И теперь по макро просто смотришь и понимаешь, что команды слабее банально. И по макро, и темфайты у них хуже построены. Даже таким, казалось бы, очень своеобразным набором героев, да, на несвойственных позициях они сейчас используются. Все равно, там, Дарвейкин играют в Доту лучше. Ну и Бэтрайдер, конечно, делает грязь. Никто ничего этому Бэтрайдеру не может предъявить. Как и Теплор Ассасин. Причем вот те нестандартные подбор героев, в которых мы говорим, это Эмбер 4, да, или там Вивер 3. Но Вивер 3 конкретно вот он же не работает реально. Ну, то есть, он ничего полезного не делает. Но стандартные Теплор и Бэтрайдер в первой-второй позиции отрабатывают и фактически тащат команду. Было 3000 преимущества команды Хакори, преимущества теперь экономического просто нет. Более того, дали Рошана. Вот просто из того, что Квапа прыгнула, не видя соперника, не зная, куда нырнула и погибла, отдала свою жизнь, она еще и попутно похоронила надежду команды на первого Рошана. И теперь против Темпларки нужно играть, который будет Аегис. Более того, она купила себе еще и Блэкинг Бар. Как дважды убивать Темпларку? Непонятно. И подозреваю, что ближайшие 5 минут команды Хакори даже не будет задаваться подобным вопросом, а примет сармить, скачаться, сплитпушить, ну и где-то придется даже, возможно, умирать. Потому что Эмбер скаутит, Эмбер ищет. Кунки нужно БКБ, Квапа хочет купить себе БКБ. Всем Блэкинг Бар. А значит, и у Сакарда на Вивере будет время купить себе Аганим. Темпларка вообще не боится встречу делать прям за вышку. Так, Эрес, ну может на БКБ какое-то развести, кстати, попробуйте. Моегис. Нет. Он до конца будет. Щеточку на помирание. Еще точку. Батрайдер поехал. Батрайдер поехал. Флэмбрэк. Имиран просто умирает. Байтил, байтил. За байтил он называется. Батрайдером можно наказать. У него есть БКБ, он не успевает нажать. А спину Саленса, а урокла забрать, чтобы не было сейва. И теперь Темпларку ловить. Под Олибардой. У Гермак идет. Нужен Fireblast через секунду. Fireblast. И попробовать убить можно. Но один раз точно, да, забираем. Байбэк от Оракла на защиту. Пришел Вивер. И отойдут, отойдут Хакори. Нормально, повыбивали, кстати, пойдет. За Мирану убили Батрайдера, Оракла и Оракл байбэк нажал. И Аегис. Аегис, да, тоже сняли. Да, да. То есть на 4 минуты 3,5, наверное, оставалось у показа. Особо не реализовали. Это задайвили. Задайвили просто. Задайвили далеко. Оракл просто не спел Оракл, который плетется куда-то между Тир-2 и Тир-3, да, за своим тиммейтом. Но, естественно, это очень легкая цель для атаки. Суперлегкая. Тандер и Векин идут вниз. Пушат Тир-1. Лив пока их встречают. Покупаются массовые смоки. Пытаются саппорты команды Хакори сейчас свой треугольник разблокировать от вражеского Вижена. Но туда же идет Эмберспирт и прогоняет. Интересная игра. Смотрим, что будет дальше. Там появляется БКБ. Да, вот у Кунки БКБ появилось. Queen of Pain БКБ. Нет, не хватает. Эмбер. Попался, попался. Но живет. Трила мимо. Как так-то? Его гормак погиб уже. Лол. Просто не убили Эмбера, которого поймали. Тит-корабль. Надо просто убегать. Лосос зацепили. Квапу зацепили. Квапу быстро убьют. И у Кунки сейчас БКБ закончится. Он зря остается. Зря его замедлят, конечно. И дальше будет сжечь Бэтрайдер. Тамплар Ассасин. Должны добивать. Минус 3. Эмберспирт выжил уже фулловый. И можно теперь разбираться с вышками. А как это происходит? Почему Бэтрайдер просто долетает до Кинофейна и ее убивает через лосо? Как это? Где Соник Вейв? Где что? Эмберспирит, который идет слишком далеко вперед, попадается под торрент. Они его не убивают. Потому что Мирана не дает стрелу в тайминг. Что-то ждет телекор. Дает стрелу, мажет стрелой. Эмберспирит уходит. Огромага потеряли. И все. Но это просто жесть. Такие тимфайты. Не перестаю удивляться тому, как Мэтью исполняют на четверке Спирити. Он очень полезный. Он реально полезный. Он байтит на себя. Он постоянно какие-то скиллы доджи. Как будто мастер наиграл сотни игр на этом Эмберспирите. Хотя так и есть, наверное. Он золотой у него. Плюс на простое. Сколько-то наиграл. И КДА. 2-1-4 на четверке. До шестого левела, казалось бы, герой вообще беспомощный. Убивайте его там на линии. Он ФБ сначала делает. Сейчас остается крайне полезным. Контроль дает. Доджит все, что можно. Да вообще оба саппорта круто отыгрывают в Тандервейке. Да, да. Тут реально вот можно сказать, что на индивидуалке разваливают. Сравниваешь импак там саппортов, да. Ну, чувствуется перевес. Где Огромаг беспомощный. И Мирана там стрелами мажет. Аналог мне, ну, безумно не нравится, как играет Клопа в этой карте. Нет импакта вообще. Не чувствуется. Не чувствуется в этом герое опасности какой-то, да. Вот есть Клинов Пой? Ну и есть Клинов Пой. ПКБ что-то 25 минут выформить себе не может. Да. Ну и поэтому Хакори среднячок считается, а команда Андер и Вейкин все-таки прецедент, прецедент на то, чтобы DPC поинты зарабатывать, на мажоры ездить. Поедут, поедут в этом сезоне. Телепорт. Так, надо пусть кого-то ловить. Ну, так, лосон. Потратили. Мирана крипскипает, тоже телепорт. Нормально, Угар-мага потеряет тут неплохо. Пробегать, пофармить сразу телепорты вниз. А вот этого телепортов может Кунка и не ожидать. Под трэпом замедление получил Юма. БКБ есть. Наверное, они должны его здесь убить. Но будут пытаться. А нет, смотри-ка. Телепорт, он не нажмет, у него же кулдаун, да. Под бафом. Да уж. Ну вот как это происходит? То есть у тебя с БКБ и ты просто, не знаю, получил замедление от трэпа. Ты же должен понимать, что у тебя сейчас пойдут. А с другой стороны, а что делать? Телепорт в КД? Да, согласен, согласен. То есть он бежал же в сторону базы, бежал. Корабль дал, дал, чтобы подальше жить. Толку никакого, это все равно не помогает. Я говорил в начале, что Думплоросасин здесь развалит, если она будет намного больше, чем Сеймень. И в определенный момент она шла на равных с Кункой. Чуть ли не с тремя корами она шла на равных. Ну вот сейчас мы видим лишние пять тысяч, понимаем, почему она их всех убивает. Пять тысяч это уже перебор. Все преимущества сейчас. Это та самая МКБ, которая пробивает Кунку. Да. Через Алибарду. Это все. Сам МКБ лишнее. И теперь мы понимаем еще при всем при этом, что такое показ и топ-1 сервера. Южная Америка. Не зря. Не зря. Ну просто потому, что умеет тащить. БКБ нажимается. Будет драка без Кунки. А, там таймлэпс. Траганинный. И Квопа. Привет. Нажала БКБ. Блинк КД умирает. Байбека нет. Бакармак разворачивается. Позже умрет. Ну все, поплыли. Хакари уже. Уже не понимают, что делать. Мирана подставляется под бетик. Бетик может сжечь. Мека. Нет липов. Да, еще один фраг. Все, уже даже ни одного героя не убить. Еще ДК перехватит. Его видят здесь. ДК БКБ нет. Блинк Аут. Могут поискать его, да. Сформы, ремнанты. Телепорт. Ладно, идет, кажется. Ну и хотя бы надо попробовать разочек пятером подраться. Команде Хакари. Потому что пока они, ну, умирают. Кунки нет. Они драку устроили. Сейчас Кунка появился. Тиммейтов нет опять. Клопа появится. Нет. Соник Вейв. БКБ первая, которая она использовала. Девятисекундная. Просто в никуда. Соник Вейв просто в никуда. Ну и Тэмпларку уже 20 тысяч нетворсов. Да, ты прав. Ты был, когда они говорил, что с одинаковым нетворсом шли. А теперь райдится между ними в 7 тысяч. Так, и Т3 падает. Теперь можно работать по бараку. Посмотрите, с какой скоростью уничтожается барак. Под ДД и дезолятором. Скором точный. Стрела нет. Через крест. Чуть-чуть побить. Вот так. Там сейчас почти 600 урона. И причем сзади два сейва. Ты же понимаешь, Хаккори? Сейчас на Тэмпларку все бросишь. Там будет либо фолз-промисс, либо таймлапс Вивера. И внезапно Саккори такой передает всем привет. 8700 нетворсов у него. Опять-таки худший показатель среди кор-героев. Но игнорировать Вивера ты тоже в драке не можешь. Какой смысл кидать там в Бэтрайдера с пылы или в Тэмпларку, если Вивер просто нажмет одну кнопку? Сейчас какая-то безнадега. Надо обоих саппортов убивать. Если не убиваешь, то они сейвят Тэмпларку. А пока ты их бьешь, Тэмпларка вас всех поубивает. Вот, например, Кунку, который опять подставился. Лассо. И как спасаться? Да никак. За тобой пойдут до конца. Оракла, возможно, кстати, заберут. Да, забрали. Но есть еще Вивер. Кунка живет. Кунка живет, да ладно. О, двух саппорт выбили, но минус опять клопа. О, это парасасин, как они стоят под ней. В линеечку. И флэмбреком на минус играть. Бэйбэк от Вивера, конечно, был. Но драку и так выиграли ребята из Thunder Waking. Но саппортов сил хватило у команды Хаккори. Больше нет. Кунка не дрался, потому что... А, нет, в трон просто пошли. Два бэйбэка выбили. Хорошо. Показ не хочет уходить. Она, надо отойти, потому что Рошан заспаунился. Стрела. Но есть Вивер за спиной, но если что, спасет. Лепарда, ДК. Ну, прыжок по один конец. Все прыгнет, а он прыгнул. Эмбер Спирит уже на Слейт О'Фист. Как же мотив разводит, ты посмотри. Он вообще из-под всего выходит. Кстати, вот еще о чем подумал, что никто из кор-героев команды Хаккори в ДД не пошел. Ну, так, чтобы прям, чтобы дэмэдж был. Да, да, да. Я тоже посмотрел на билд Кунки. Но он больше похож на Кунку Смида, да? Или Стройки. Или Стройки, да. Вот это Алибарда. Сильверейдж, да. Вот помнишь, тут такие Кунки, которые... У Дарса невидимости, и у соперника там полкоманды отвалилось. Вот такого Кунки нет здесь. Да, он вроде может долго жить. Алибарды, дебафы накидывать. Но это все не помогает убивать героев, правда, слишком долго. Не успели на Рошана тем временем. На отходе будут ловить героев сейчас. Кто-то сможет телепорт нажать, но не все. И умер Огр. Вступает Кунка. И Юми... Ой, Юма зацепили. А там лассо есть, не выйти вообще никогда. И БКБ не нажал, он просто умирает. БКБ, Торрент, Телепорт. А, Армлетом почти добил Мэтью на Эмбере. Просто через Орбовка рожа на пробивной урон такой. Финальный. Уже одна только команда в Доту, играя. Thunder Awakens сейчас как хищники. Как реально соответствуют своему предыдущему названию. Гоняются по всей карте за соперником. Хакори просто это терпит. Пока, конечно, не сдаются. Надеются, что какое-то чудо может произойти. Может быть, на базе как-то отобьются. Но когда я смотрю на Templar Assassin, который имеет столько же денег, сколько два кора в сумме у вас, самых богатых. Наверное, что-то у вас пошло не так. Еще один, кстати, супергерой этого патча, Templar Assassin. Топ-6 по пикрейту. 56% винрейт. Сейчас он будет еще немного увеличен. Там Бэтрайдер поймал Мирану. Даже без лассо ее убивает. Так, ну, показ выполняет свою работу. 11-0-11 на кере Templar Assassin. Просто пушит. Пытается закончить эту карту побыстрее уже, в конце концов. Айгис есть, ничего не боится. Оракл за спиной. Целью его является даже не герои вражеские. Ему просто хочется сломать эти бараки. Лассо. Вытащили кунг, который пока бы не нажал. Не, кункурс, а это был керри. Это был керри. Это был Огр. Керри байбекается. Клопа, Sonic Wave пытается... По двум саппортам, да, он пытался попасть. Попал даже. А Вивер Оракл сайвил. Плор Ассасин, кстати. И Флос Промис. Не добили. Ой, как круто. Там еще Айегис есть. Вивер засейвил Оракла таймлэпсом, чтобы Оракл засейвил Флос Промис там Плорков. Жестко. Красиво разыгран Тандер и Вейкин. Ну, Теплор в какой-то раз убить. Е-е-е, доковыряли с байбеков. Куча, куча, куча вот этих героев. А дальше? А второй раз? Нет. На второй раз героев нет. А надо 20 персонажей. Good game well played. И здесь Тандер и Вейкин все-таки доказали, что не зря они считались фаворитами в рамках данной встречи. И закрыли эту серию с еще там 2-0. В первой карте, наверное... Где было проблем побольше, первой или второй карте? Ну, я не могу как-то однозначно ответить. Наверное, в первой даже. Наверное, в первой, да, побольше проблем Хокори смогли создать. Там с Блотсикером бегали, было интересно. В этой карте на равных шли, преимущество даже было 3000, но по игре видно было, что Хокори потеряны просто. Что касается тимфайтов, принятия командных решений, да, вот не фидить по одному. Скажу, подоклонно они пошли, когда, помнишь, аналог на клапе прыгнул за руной перед Рошаном. Вот с этого момента они игру проиграли, фактически. А так, ну, шанс какие-то даже и в этой карте были. Но, ладно, Хокори, Тандер Прейтер. Типа мы поняли теперь, что команды из себя представляют, да? Уже посмотрим, наверное, за более интересными встречами, где Тандер и Вейкин встретятся там, не знаю, с командой Лава. А вот с теми же Инфомас, да, например, посмотреть. Инфомас тоже вроде как один из фаворитов. И сегодня выиграли, но карту одну проиграли. И вот Хокори, например, против Инфинити. Интересно посмотреть, потому что, ну, по ощущениям, Инфинити просто круче. И они должны таких, Хокори, наверное, переехать. Но об этом всем мы узнаем в ближайшее время. Ну, как в ближайшее время? До конца апреля посмотрим. У нас целый месяц будет лига. Следующие матчи в первом дивизионе будут сыграны послезавтра. Лава будет играть первый матч свой. Кинг оф Кингс будут играть первый матч. Ну, и Бесткост в этот же день сыграют. Да, то есть тоже что-то интересное нас ждет. Ну, и где-то там второй дивизион, соответственно, должен будет играться. Я думаю, когда это, кстати, произойдет. Ой, так непривычно там видеть Tech No Pink, если честно. Есть J-Sports во втором дивизионе, а они там. Поэтому, да, и Вульф Тимс, и Чи Фэна. Ты знаешь, там тоже есть на что посмотреть. Я вот сейчас прошелся так по командам, и я вижу кучу просто знакомых никнеймов в абсолютно разных коллективах. В общем, обязательно ждем. А у нас есть любимый Мюрдок, посмотри, в команде интернет. О, у них нормальная команда. Хайджека знаю. Ну, короче, обязательно смотрим. Матч, кстати, Вульф против Омега будет сыгран уже сегодня вечером. Поэтому обязательно приходите на этот канал. Там наши коллеги для вас его прокомментируют. А на сегодня Adecvato Mortales свою работу закончили. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok